Добрый день, уважаемые слушатели! Вас приветствую я, Сатанбеков Нурлан Адалханович, старший преподаватель кафедры финансов, учета и управления. Сегодня мы с вами разберем тему бизнес-план и его структура по дисциплине основы экономики, предпринимательства, лидерства и инноваций. Для начала давайте ответим на вопрос, что такое бизнес-план и для чего он нужен. Бизнес-план – это документ, в котором описаны цели и планы бизнеса, а также способы их достижения. Его используют внутри компании или передают внешним пользователям, например, инвесторам, банкам или потенциальным партнерам. В бизнес-плане описывают все составляющие бизнеса, например, какие товары будет продавать компания или какие услуги оказывать, где будет брать деньги и какие расходы нести, с какими рисками она может столкнуться и как их избежать, какая будет прибыль и многое другое. Так какие же разделы включает в себя бизнес-план? Итак, бизнес-план включает в себя следующий раздел. Резюме, описание компании, анализ рынка, описание продукта или услуги, производственный план, организационный план, план маркетинга и продаж, финансовый план, а также оценка рисков. Итак, давайте остановимся на каждом разделе более подробно. Первое – это резюме, которое должно содержать в кратком изложении суть самого проекта и его основные разделы. В резюме должны содержаться концепция, в которой излагается суть проекта, ассортимент, ключевые факторы успеха. Также в резюме должно быть отражено местоположение с точным адресом, необходимой площадью, а также количеством потенциальных потребителей. В резюме должны быть отражены также предполагаемые динамика доходов, процент рентабельности, объем инвестиционных вложений, срок окупаемости, внутренняя норма доходности. Следующий раздел посвящается описанию компаний. В данном разделе приводится такая информация, как юридические данные о предприятии, история ее создания, текущая организационная структура и инфраструктура бизнеса, компетенции предприятия, то есть опыт, способы удовлетворения потребителей, ноу-хау, система сбыта, персонал, логистика. В разделе также необходимо определять конкурентное преимущество предприятия за счет компетенции и географического местоположения. Нужно демонстрировать возможности нашей фирмы, которые трудно воспроизводятся конкурентами отличительной компетенции нашей фирмы. Отличительные компетенции следует описывать методом свод анализа, бенчмаркинга, а также технологическим аудитом. Следующий раздел называется анализ рынка, который должен показать читателям бизнес-плана состояние отрасли и ниши вашего бизнеса. В данном разделе бизнес-плана необходимо отражать такую информацию, как общее количество потребителей в локации, количество клиентов в планируемом бизнесе, а также средний чек за товар и емкость рынка. При проведении анализа рынка в отрасли также немаловажное значение имеет определение потенциальных конкурентов в количественном составе, их местонахождение от нашей фирмы. Следующий раздел называется продукт или услуга. Данный раздел нужен нам для того, чтобы подробно описать продукт или услугу, которые предлагает компания и акцентирует внимание на уникальных конкурентных преимуществах, если таковые имеются. В данном разделе также необходим для того, чтобы описать, какие потребности будет удовлетворять предполагаемый товар, каковы его особенности, почему потребители будут отличать его от аналогичных продуктов конкурентов, какими патентами или авторскими свидетельствами защищены продукты. Данный раздел нужен также для того, чтобы описать наименование продукта и его назначение, а также основные характеристики и потребительские свойства, основные конкурентные преимущества продукта, потребители и направления использования продукции, жизненный цикл продукта, номенклатура и структура выпуска продукции, ценообразование, слабые стороны продукта и способы преодоления этих слабостей, юридическая защищенность продукта и дополнительные сервисные услуги. Раздел производственный план должен описывать процесс создания продукта или услуги. В этом разделе нужно рассказать обо всех этапах производства, начиная с закупки материалов и сырья и заканчивая доставкой готовых продуктов конечному пользователю. В данном разделе должна содержаться информация по технико-экономическому обоснованию бизнес-проекта. Данное обоснование должно исходить из производственной программы предприятия. На исход программы будет оказывать влияние производственных мощностей по производству продукции, то есть в данном разделе должны быть представлены все виды информации по оборудованию, производственным цехам и их площади, выработке и трудоемкости от основных производственных фондов. Организационный план заключается в описании плана создания бизнеса. Например, кто чем будет заниматься в компании, как сотрудники будут взаимодействовать друг с другом, каких внешних экспертов можем привлечь. Этот раздел должен включать в себя такие данные, как состав и иерархия команды, их обязанности и зона ответственности, ключевые руководители организации, а также фонд оплаты труда по всем структурным подразделениям. Следует отметить, что раздел организационного плана лучше иллюстрировать диаграммами или схемами, чтобы наглядно показать читателям функции команды и взаимодействия в ней. Раздел маркетинг и продажи. Данный раздел нужен для того, чтобы описать то, как в бизнес будут привлекаться клиенты и как мы будем осуществлять продажу своей продукции или услуги. В данном разделе должна быть поставлена задача, как занять устойчивое положение на рынке. Данный раздел также предусматривает такие важные вопросы, как сегментирование рынка, позиционирование продукции и ее продвижение. Проводится наблюдение за конкурентами в данной отрасли, а также вносятся различные новшества по производимой продукции. Особое значение имеет реклама, которая сегодня во многом зависит от развития социальных сетей. Конечная цель данного раздела заключается в организации сбыта с доступностью для всех видов слоев населения. Следующий раздел бизнес-плана – это финансовый план. В этом разделе нужно отразить экономику компании или проекта. Важно заметить, что для инвесторов и банков финансовый план – второе по важности после резюме. В данном разделе должна быть представлена информация по таким направлениям, как отчет о прибылях и убытках, а именно выручка, валовая прибыль, амортизация основных средств, расходы на заработную плату, погашение кредиторской задолженности, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, отчет о движении денежных средств с такими операциями, как поступление от продаж, выплаты персоналу по заработной плате, прочие выплаты, например, арендные платежи, денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, бухгалтерский баланс, в котором должна быть представлена информация по долгосрочным и краткосрочным активам, а также долгосрочным и краткосрочным обязательствам, капитале и его структурном соотношении по собственному и привлеченному капиталу. Последний раздел бизнес-плана называется «Анализ риска». В этом разделе нужно представлять информацию по оценке низкой, средней или высокой вероятности риска. К группе риска, в свою очередь, следует относить появление нового конкурента, снижение платежеспособности потребителей, рост стоимости оборудования и его ремонта, рост стоимости сырья, увеличение фонда оплаты труда и административных расходов. Оценка чувствительности к рискам должна содержать базовые сценарии, например, по вопросам увеличения объема реализации, увеличения объема капитальных затрат и уменьшения операционных расходов. Итак, рассмотрев основные разделы бизнес-плана, в заключении следует отметить, что еще важно учитывать при его составлении. Важно понимать, что от качества проработки бизнес-плана зависит вероятность успеха. Например, выделит ли инвестор деньги для проекта или согласится ли крупный бренд стать нашим партнером. Методика составления и разработки бизнес-плана должна заключаться с учетом следующих рекомендаций. Краткость изложения самого главного по каждому разделу бизнес-плана. Доступность в изложении и понимании. Неперегруженность техническими подробностями. Убедительность, лаконичность, пробуждение интересов потенциальных партнеров. А также в соответствии с определенным стандартами, касающимися разработки бизнес-плана. Благодарю за внимание.